Друзья, всем привет! Вы вновь на нашем канале Жизнь за границей. Сегодня воскресенье и мы едем отдыхать, наконец-таки, на пляж. Вот, всей семьей. Вся неделя, которая прошла, предыдущая, была достаточно тяжелая, очень много работы. И вот, наконец-таки, солнышко у нас сегодня целый день жарит. Мы очень рады. Наконец-таки выбираемся на пляж. Пляж называется Сильвер Бич. В общем, сейчас все вам покажем. Идем вот через резорты. Заросли вокруг. Пальмы кругом. Даже ель есть такая, хвойное растение. Проходим. Кристиша уже готова к посещению пляжа, купаться на море. Красота. Вывеска на пляж направо. Почему-то. Хотя можно пройти прямо. Кошка, папа. Где? Где кошка? А, ну ладно, кошка, да. Здорово. Ребята, посмотрите, какой пляж. С белоснежным песком. Прекрасная бирюзовая водичка. Пальма кругом. Буквально еще вчера был дождь. На пляже какая-то трухля. Это все пришло с открытого моря. Но это не проблема. Вода в любом случае остается бирюзовой, чистой. Напоминаю, мы находимся на пляже Сильвер-Бич. Народу не так много, но и немало, в принципе. Достаточно комфортная погода в сентябре. Ребята, как вы знаете, я пару дней назад купил абонемент в тренажерный зал Elite Fitness Gym, который располагается на Чавенге. И с этим абонементом нам дали бесплатные занятия для Кристины по субботам и воскресеньям. В три часа ровно на один час. По субботам у нее танцы хип-хоп, а в воскресенье это воркаут, то есть это значит проработка каких-то групп мышц, ну и на выносливость. Ну, Кристина отбывалась, спортсмен. Ну да, Кристина. Ей ничего не страшно. Кристина, на каких только кружках здесь не была по танцам? Спортивно. Да, по спортивным. Я не знаю, пришла плавать. Давай, давай, Маш. Поговори. Давай. Все, Маш, беги, беги, я поснимаю тебя. Не стесняйся, давай, давай, давай. Скажи, как водичка? Теплая. Теплая? Класс. Ясное небо. А? Отлично. Супер. Ребят, напоминаю, пляж Сильвер Бич. Кстати, на этом пляже также установлены веб-камеры. Кому будет интересно, зайдите, посмотрите. С этого пляжа, вот с того здания, если видите, да? Круглосуточное видеонаблюдение. Можно смотреть круглые сутки, наблюдать, какая погода, какое море, водичка и так далее. Очень удобно, на самом деле, чем доверять, различным прогнозам. Кстати, здесь рядышком есть вот такой резорт, где между пальмами натянут вот такой вот гамак красивый. Можно порелаксировать. из камушков такая вот мозаика сделана. Сейчас, наверное, я тут и отдохну. О, отличное место для кайфа. Кайфануть полчаса, а потом мы едем уже на занятия. У меня сегодня будет кардионагрузка, наверное, побегаю минут 30-40. А Кристина, соответственно, будет... У Кристины будет воркаут целый час. Вчера у меня начали уже болеть, безумно болеть мышцы, мышцы ног. Первый день после тренировки плеч у меня болели плечи нереально. Вот, в пятницу я тренировал ноги, сейчас просто не могу даже с кровати встать, нереальная боль. Но понимаю, что это временно. В общем, терпим, переносим. Первую боль, когда после долгого перерыва очень тяжело переносить, вплоть даже до температуры есть и такое. Все, а мы уже отправляемся на занятия по воркауту в наш тренажерный зал. Потом где-то через часик мы опять вернемся на пляж. Да, Кристина? Ага. Наш тренажерный зал находится в районе Чавенг. Ехать нам примерно от Сильвер Бич минут, не знаю, может быть, 10-15. Как раз часик позанимаемся с 3 до 4 и вернемся сюда. Продолжим загорать, купаться. Я, кстати, даже сегодня еще не искупался. Так что наверстаю за неделю все свое упущенное время. Кстати, по поводу различных секций по танцам. На Самуин на данный момент достаточное количество таких секций. Практически в каждом зале есть. И также еще несколько залов специализированных и по балету, и по обычным современным танцам, и многое другое. Такие обзоры я уже делал на нашем канале. Ссылочку также я оставлю в описании или где-нибудь вот здесь вот прикреплю. Кому интересно будет, заходите, посмотрите. Так вот, друзья, мы уже приехали. Немножко опередили время. Без 15.03 мы приехали. Кстати, ребят, тренажерный зал находится напротив озера Чавенг. Как вы видите, за моей спиной озеро. Очень удобный такой живописный вид с кардиозоны открывается на озеро. Вот, значит, вывеска зала. Он находится рядом с рестораном Макдональдс. Бургер Кинг. Так, Кристин, сейчас пойдешь на воркаут. Что ты будешь делать? Не знаешь? А? Этот батут, чтобы сюда вот мячиком кидаться и ловить. Ловить его обратную сторону. Вот. Нет. Нет, вот здесь вот так вот кидаешь сюда мячик тяжелый и ловишь его обратно. Понятно? Да, мы сейчас находимся в кардиозоне. Здесь огромное количество вот такой комплекс станков. Куча подтягиваний, куча лямок, куча непонятных свободных весов. В общем, вариаций очень много. А что это было? Что? А это тоже один из тренажеров. Я даже не знаю, как. Как с ним заниматься. На беговой дорожке уже сжигаю вовсю жирок, который накопил за год. Вот. Дается, в принципе, мне не сложно. Кардио это одна из самых моих любимых зон. Так что, в принципе, сжечь жир, это не такая для меня уж и проблема. Проблема состоит в том, что уменьшить сахар, употребление сахара, булки различные. Вот в этом у меня проблема. Потому что я очень часто срывался, когда садился на диету, и во время диеты очень часто срывался и просто ел килограммами конфеты, бургеры. Такое тоже бывало. Вот для меня что самое такое тяжелое. Но будем бороться с силой воли. Друзья, после тренировки заскочили в магазин Family Mart. Я обычно здесь беру после тренировки напиток, электролиты, может быть, если кто не знает, этот напиток восстанавливает весь водно-солевой или щелочной, точно, я не могу сказать, баланс. То есть подзаряжаешься энергией после такого напитка. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Нет, Костин, давай желтый. Красный какой-то он, непонятно. Да. Здесь, в Таиланде, он называется Gata Raid бренд. У нас в России Power Raid. Есть иди, пожалуйста. Давай. Конечно. Хорошо. Друзья, мы после длительного пляжного отдыха и активного отдыха приехали затариться в магазин Macro. Сейчас возьмем пару килограмм куриных грудок, потому что я во время, когда я усиленно тренируюсь, я съедаю по 2 килограмма. А в 2 дня примерно у нас уходит. И мы достаточно часто приезжаем в Macro, покупаем грудку. Здесь она стоит в пределах 60 бат за килограмм. Грудка достаточно качественная. Я очень люблю, особенно по вечерам, чисто грудку с овощами есть. Ее уходит просто огромное, нереальное большое количество. В России я столько грудки не ел, как в Таиланде. Просто все потому, что здесь цена достаточно адекватная. Вау, что вы нашли? Прикольно. Хлебобулочные изделия, но это не длиннее для меня. Я сейчас уже отошел от хлебобулочных изделий. И потихоньку от сладкого также отхожу. Смотрите, друзья, даже сегодня 55 бат за килограмм грудка с кожей. Вот так она выглядит здесь. Вот в таких вот лотках продается. Все достаточно цивильно. Даже дешевле на 5 бат. Отлично. Друзья, на этой позитивной ноте мы будем заканчивать свой влог. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайк. Не забывайте подписываться на нашу страницу. И нажимать колокольчик, уведомлений, чтобы не пропускать новые видео от нашего канала. Всем пока-пока. Увидимся на Самуи. Субтитры сделал DimaTorzok